Приветствую, друзья! Поговорим о здоровье. У меня на канале есть несколько видео на эту тему, аудиоподкасты «Здоровье. Личный опыт». А в этом видео я как бы подытожу, выделю основную суть. Итак, приступим. Здоровье человека зависит от трех основных моментов. Это питание, движение и психосоматика. Разберем вкратце каждый из них. Как питание. Исходя из своего длительного опыта, я ясно понял, что питание у каждого человека, оно строго свое, индивидуальное. Нельзя сказать, что если один человек ест одну пищу и чувствует себя хорошо, если я буду делать то же самое, то у меня все должно быть так же, как у него. Нет, это далеко не так. Мы все разные. Да, казалось бы, все органы у нас одинаковые, все системы одинаковые, как бы мы, все у нас одинаковое. И должно быть все то же самое. Но по факту это далеко не так, так как на работу всех наших систем, всего организма влияет очень много факторов. Некоторые из них мы рассмотрим. И помимо их еще очень много других моментов, которые оказывают влияние на работу наших систем, нашего организма. И вот именно это, это отличает нас друг от друга. И это нужно ясно понять и учитывать. Особенно учитывать тогда, когда вы пытаетесь взять, примирить на себе какие-то системы, какие-то правила, как все должно быть. Вы пытаетесь это применить на себе, ну а по факту получаете совершенно другие результаты. Так вот, делаем самый главный вывод в питании. Это то, что можно есть абсолютно любую еду. Можно кушать абсолютно все. Но, тут ставим жирное но. Но при этом вы должны научиться понимать ясно и четко слушать свое тело. Знать, какая еда вам подходит, а какая наносит вред. И только исходя из этого, вы станете как бы экспертом для себя. И уже в этом состоянии вам не нужно привязываться никаким правилам, диетам, системам. Вы уже сами будете ясно и четко понимать, что и как нужно делать именно для себя. А все внешнее использовать как опыт. Если, например, вы попробовали что-то, вот кто-то вам рекомендует и это вам подходит, отлично применяете, используете. Если нет, смело отбрасывайте. И вы должны стать экспертом. А как можно стать экспертом? Только исходя из своего опыта, исходя из информации, из знаний. Изучаете, пробуете. Например, вы едите какой-то продукт и на длительной дистанции, и, например, от него вы ощущаете тяжесть в животе, изжога, тошнота. Появляются какие-то заболевания. И вы уже делаете вывод, что эта пища вам не подходит. Может, кому-то она подходит, но вам она не подходит. И вы ее убираете. И, напротив, заменяете теми продуктами, той едой, которая вам приносит пользу. С которой ваш организм легко справляется, легко выводит, легко усваивает. Оставляйте именно эту еду, а все остальное убираете. И тут еще нужно понять, что на определенном этапе жизни, казалось бы, вот та или иная пища может влиять на вас по-разному. Например, в детстве мы могли есть абсолютно все, ну, грубо говоря, да, в более молодом возрасте. А уже более взрослые, уже определенная пища нам не подходит. И вот это тоже учитываем. То есть, исходим из себя. В каком вы сейчас возрасте, в каком состоянии находитесь. Какие еще другие аспекты влияют. Как я сказал, все индивидуально. И самый главный критерий научиться слушать себя, понимать, что и как нужно делать. А все внешнее использовать как опыт, как какие-то подсказки. Но, опять же, самый главный критерий это вы сами. Все, с питанием разобрались. Идем дальше. Дальше это движение. Движение. Это все, что связано с активностью тела. Особенно в нашем современном мире. Так как сейчас все устроено так, что наши тела обездвижены. Чтобы достичь каких-то целей, нужно, ну, применять намного меньше усилий, действий. То есть, современные технологии, гаджеты. И поэтому нужно дополнительно давать себе нагрузку. И именно адекватную нагрузку, адекватную вашему состоянию здоровья, вашему возрасту исходить из себя. Самое минимальное это пешие прогулки, это какие-нибудь зарядки, разминки. То есть, самое главное понять, чтобы тело было в активности. Работали мышцы, суставы. Особенно в тех местах, где происходят наиболее застойные процессы. Вот именно там нужно дать большую нагрузку. И все это нужно для того, чтобы кровеносная система, лимпатическая система работали на должном уровне. И вот тогда организм уже будет совершенно правильно работать органы. Кровь будет циркулировать полноценно. То есть, самый главный вывод. Даем себе постоянную адекватную нагрузку. Находимся в активности, в движении. Где застой, там уже идут болезни. А где движение, движение это жизнь. Это понятно. Все, движение, активность, включаем свою жизнь. Далее, следующий аспект это психосоматика. То, что связано со стрессами, нервами, с нашим эмоциональным настроением. То есть, если мы пребываем в депрессии, в апатии, в негативе, испытываем стресс, то тогда это очень сильно влияет на наше здоровье. Даже если мы будем питаться правильно, вести активный образ жизни, но при этом пребывать в негативе, в депрессии, то мы будем наносить себе очень сильно вред. Так как наши системы, органы, которые должны усваивать полезную пищу, они не смогут работать адекватно. Так как все наши органы, системы, они будут зависеть от того, от нашего настроения, то есть, от нашего дыхания, от нашей сердечно-сосудистой системы. Так как в первую очередь сбивается их работа. То есть, нарушается их правильная работа от того, что мы пребываем в стрессе, в депрессии. Поэтому в течение жизни, то есть, в течение дня, убираем те моменты негативные, или хотя бы стараемся сделать их минимальными, и больше пребываем в счастье, в радости, в хорошем настроении. И вот тогда это все вместе будет нам давать хорошее такое счастье, здоровье. То есть, все эти три аспекта. Питание, то есть, чувствуем себя, понимаем, что и как кушать, что и как давать своему телу движение, ведем активный образ жизни, и пребываем в счастье, в радости, в позитиве. Делаем минимальный негатив, все больше нацеленный вниманием на хорошие моменты. И вот это все три аспекта, таких основных, будут давать нам полноценную жизнь, наполненная смыслом, радостью, чтобы все шло у нас хорошо. В общем, желаю вам всех благ, всего наилучшего, всего доброго.